Сегодня мы рыбачим на небольшой запруженной речушке, которая находится недалеко от Москвы в гостеприимном крестьянском хозяйстве «Искра». Своим опытом рыбной ловли с нами поделится Евгений Кузнецов, с которым мы собираемся ловить форель спиннингом. Вполне вероятно, что может попасться и какая-нибудь другая рыба. В этом водоеме водится немало щуки, карпа, есть даже стерлядь. Правда это или нет, покажет сама рыбалка. Для начала Евгений пробует поймать форель на вращающуюся блесну. Эта искусственная приманка особенно эффективна для рыбы, которая находится в средних слоях воды. Посмотрим, привлечет ли форель столь заманчивый блеск лепестка вертушки. Первая серия забросов не принесла ожидаемой поклевки. Надо сказать, рыбачить мы приехали довольно-таки рано. И скорее всего, объект нашей ловли форель все еще держится в глубине. Евгений принимает решение сменить тактику и обловить придонный слой водоема. Для этого он применяет другую приманку. Небольшой лимонный твистер на легкой джиг-головке. В лутной воде яркий неоновый хвостик скорее привлечет внимание рыбы. Евгений Кузнецов. Рыбацкий стаж с 6 лет. Любимая снасть спиннинг. Любимая рыба семга. Самая большая выловленная рыба семга 5 килограмм. Любимый водоем река Умба Мурманской области. Вот и первая поклевка. Это подтверждает правильность выбора приманки и способы ее подачи. Пока вода не прогрелась, форель держится ближе ко дну. Поднятая с глубины рыба на поверхности в борьбе за свою жизнь проявляет свои бойцовские качества. Отчаянно сопротивляясь, она может оборвать тонкую леску и без посадчика здесь не обойтись. Наша лайка решает поближе познакомиться с первым трофеем. Хоть лайки и северные собаки, где их часто кормят рыбы, но в данном случае зов предков никак в себя не проявил. Заметим, что для сегодняшней ловли спиннингом Евгений использует матчевое удилище. И это не случайно. При ловле на легкую приманку длинное гибкое удилище позволяет сделать дальний и точный заброс даже при мешающем ветре. Вот и очередная форель, которую вываживает Евгений, подтверждает эффективность выбранной снасти. Наш улов растет, но лайку, похоже, это совсем не впечатляет. Вот была поклевка за самый кончик. И хвостик у твистера оказался в пастью рыбы. А здесь только кусочек. Чтобы форель не могла безнаказанно атаковать твистер, Евгений решает снова ловить на блесну. Солнце уже высоко, рыба активизировалась и поднялась ближе к поверхности. Сегодня использовались матчевое удилище Аэлита, длина 4,5 метра, тест 20 грамм, катушка Тика СА 2500, леска 0,18 Шимана, джек-головка 5 грамм, лимонный твистер, блесна Миран. Кстати, все рыболовные принадлежности, которые мы сегодня использовали, можно легко приобрести. Достаточно лишь открыть каталог рыболовной товары почтой и заказать все, что вам необходимо для удачной рыбалки. Самый большой рыболовный магазин в России теперь рядом с вами. Апика Фиш представляет каталог «Рыболовные товары почтой». Более двух тысяч наименований лучших рыболовных товаров. Заказывайте каталог по телефону 234-3184. Вот она, первая рыба, схватившая вращающуюся блесну, которую спиннингисты называют просто вертушкой. Однако нас ожидает сюрприз. Так и есть, попалась щука, владычица речная. Но этому щуренку, конечно, до владычицы еще далеко. Едва ли он весит более 600 граммов. Конечно, хотелось бы поймать форель, чтобы проверить, клюнет ли она все-таки на вертушку или нет. Но, согласитесь, щука – это тоже весьма достойный трофей, который был сегодня не последним сюрпризом. При следующей проводке Евгений забагрил карпа. И такое нередко случается на рыбалке. И хотя блесна предназначалась совсем не карп, но ее тройник зацепил именно эту полуторакилограммовую рыбину. Надо сказать, она долго старалась освободиться, но в итоге тоже оказалась в садке. Компланетно зацепился. Ну, матчеводилище можно использовать только для ловли плавком, но и для ловли на мелкие приманки. Это мини-джиги, мелкие воблеры и различные мелкие блесны. Большая длина и хорошая проходимость через кольца позволяет далеко делать заброс мелкими снастями. На водоемах с чистыми берегами позволяет успешно проводить рыбную ловлю. И вот даже легкие 7-ми, 5-граммовые снасти при такой длине, 4,5 метра, даже при встречном метре, можно забросить достаточно далеко. Евгений начинает вываживать очередную форель, но не обошлось без курьеза. Активно борется за жизнь. Главное, это не дать себе дуну, потому что она вот, за эти крышка, пытается заболиться. Вот лимонный твистер сегодня казался самым устребованным. И все-таки она выиграла. Борьбу за жизнь. У нас взлетел за самый крайший кота, ведь как бы не очень опасно. Ну, бывает и так. Разбуженные громкими радостными возгласами, поглядеть на пойманных соседей припрыгала лягушка. Живут-то они рядом с рыбами, но, похоже, интересы у соседей разные. И другие рыболовы по соседству тоже не остались без улова. Кстати, слухи о живущей в этом водоеме стерляде оказались правдой. Время приближалось к полудню, и Евгений сделал на сегодня последний заброс. Он тоже оказался удачным, что еще раз подтвердило правильность выбранной им снасти. Рыбачили мы сегодня всего часа два с половиной. Согласитесь, хороший улов за такое время будет чем полакомиться. Рыба горячего копчения Саша, который работает в хозяйстве «Искра», взялся за дело со знанием специалиста. Надо у нее убрать обязательно жабры, потому что это легкие как бы рыбы. Она через нее фильтрует воду, когда дышит. Для копчения Александр выбрал карпа, щуренка и, поразмыслив, добавил к ним самую крупную форель из улова. Практически каждый опытный рыбак имеет свой фирменный способ приготовления рыбы. Всегда в этом рецепте есть особые кулинарные секреты. Так как рыба карпа и форель, они прудовые, все-таки чтобы отбить такой своеобразный запах, мы ее сначала сплеснем лимонной кислотой. Буквально чуть-чуть. Кроме того, Александр рекомендует смазывать рыбу специальной смесью. Ее состав – это и есть личный фирменный секрет. Но вам мы его сообщим. Помимо традиционных соли и черного перца, в нее входят перец красный, майоран, толченый имбирь и шафран, который придает рыбе золотистый цвет. Необходимо, чтобы рыба пропиталась смесью и снаружи, и изнутри. Особенно это важно для крупного карпа. Вся рыба выкладывается на решетку. Обычно в походных условиях рыбаки используют для копчения стружки или веточки ольхи. Благо, это дерево всегда растет у воды. Но Александр предпочитает древесину фруктовых пород. В данном случае – яблоню. Через 15-20 минут Саша рекомендует выпустить дым из коптильни. Иначе рыба получится темной, потеряет индивидуальный аромат и даже может горчить. Также важно рыбу не передержать. На этот раз каждый может оценить красоту этого улова. Жаль, возле ваших экранов не слышен аромат. Но поверьте, это действительно вкусно. А вот и наша лягушонка. Правда, без коробчонки. Конечно, лягушка – это не рыба, хотя французы лягушек едят почему-то. Наверное, у них мало рыбы. Но все же лягушки, как и рыбу, все самое главное в своей жизни делают в воде. Помнится даже была такая песня «Большое дело водолазы надежно делают в воде». Непонятно, при чем здесь водолазы. Но на рыбалке выяснилось, что лягушки, живущие в запруде крестьянского хозяйства искра, подчиняясь инстинкту, предпочитают коллективизм. А вот к одиночкам всегда и в древности, и сейчас относились подозрительно. Не любят их, порой даже презирают. В народе говорят «третий лишний», но, похоже, здесь лишним оказался пятый или шестой. Как французы могут это есть? Чешуя какая-то. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...